Патриотизм как понятие появляется в школьной программе классу к шестому, но интуитивно дети гораздо раньше усваивают и понимают, что же такое любовь к родине. С вами программа «Город живет» и я, Надежда Фролова. Как и все большое, патриотизм преданной своей стране начинается с малого. С чего начинается родина? У каждого ответ на этот вопрос свой. С мамой и папой, уютной детской комнаты, друзей во дворе города, в котором родился. Патриотизм – это гордость за социальные и культурные достижения своей страны. А нашей стране в целом и нашему региону в частности действительно есть чем гордиться. В рамках темы образования мы рассмотрим реализацию региональной программы патриотического воспитания «На селе лежит». Эту программу патриотического воспитания «На селе лежит» мы запустили с 1 сентября. Она состоит из семи модулей для комплексного подхода к знакомству с родным краем. Суть, главный суть, цель, задача, чтобы наши с вами школьники, малые и дели, как говорится, младшие и старшие классы, знали про свою родную жизнь. Патриотизм – это гордость за достижения своего народа. Научить любить Родину и испытывать за нее гордость нельзя, задав детям прочитать один параграф в учебнике. Патриотическое воспитание – это одно из самых главных направлений учебно-воспитательного процесса. Патриотическим воспитанием в гимназии занимались всегда. Какие бы времена ни наступали, что бы ни происходило. Патриотизм – это ведь не только любовь к школе, это любовь к родителям, это любовь к стране своей. Направление патриотической деятельности присутствует не только в воспитательном процессе гимназии, а также и в учебном процессе, через учебные предметы, такие как история, общество знания, география, литература. Патриотическое воспитание тесно связано с военно-патриотическим, потому что война собрала в себе все. И страдания народа, и его подвиги – не только на боях сражений, но и в обычной жизни. Возможность поставить себя на место детей, еще вчера живших обычной жизнью, а с началом войны вынужденных повзрослеть и принять самые важные решения в своей судьбе, подарила своим ученикам педагог-организатор Хибинской гимназии Ксения Джинянс. Барат Козей мечтал о новом пулемете, чтобы не так страшно было выходить в бой. Когда началась Великая Отечественная война, Козей успел окончить только 4 класса сельской школы. Валя Котин – самый юный партизан-разведчик, был связным и разведчиком отряда имени Канапиката. Патриотизм – это не только любить что-то большое, он начинается с малого. Любить свою семью, дом, город, школу, в которой мы учимся, и уже потом перерастает любить свою страну. Поэтому вся эта цепочка, она неотъемлемая часть одна от другой. Работу Ксении Джинянс высоко оценили на региональном уровне. Педагог заняла второе место в региональном конкурсе методических разработок в номинации «Лучшая методическая разработка воспитательного мероприятия», посвященного проведению Дней воинской славы и памятным датам истории России в общеобразовательной организации. Это, несомненно, важно, но еще важнее то, что поняли и прочувствовали сами дети. Мы показали, что об этом забывать нельзя. О наших героях, которые воевали, чтобы мы сейчас жили, которые дали за нас жизнь, мы их припоминаем. То есть тех детей, которые тоже боролись. В столь малом возрасте они не боялись, они сражались и помогали старшим. Ты думаешь, они не боялись? Ну, что делать? Надо же идти. Как бы бояться, не бояться, тут уже никого не спрашивают. Ну, они как бы сами захотели в этом участвовать, и их никто не принуждал. Нам показывали залу казнь молодой квартиры. Вот, тогда было очень... такие чувства были странные. Хотелось плакать, но держалось. Нужно, чтобы они помнили прошлое своей страны и не следы через поколения. Зина Портнова, Валя Котик, Марат Козей. В те времена даже дети младше нашего возраста могли сделать великие подвиги. Страх присутствовал, но они понимали, что от них зависит всё. Мне кажется, они об этом даже не задумывались. У них не было времени. Нет такого героя, кем бы я восхищалась больше всего. В любом случае, подпольные организации, о которых мы говорили, это дети от 14 до 20 лет. И боялись они или не боялись, никто об этом не знает. Наверняка они боялись. Это война, это страх, голод, смерть, плач и матерей. Как можно не бояться? Патриотизм – понятие многогранное, неотделимое от повседневной жизни. И у него много составляющих. Он во всём. Но главные носители – люди. И как это важно – рассмотреть мужество в поступках людей, к которым ты привык. Ярослав Литыш рассмотрел. И написал прекрасное сочинение, которое заняло второе место среди учеников 8-9 классов в патриотической акции «Русфест. Фронтовой треугольник-2023». Единственное из Мурманской области. Героями своего сочинения Ярослав сделал членов своей семьи и педагога. А в работе ему помогала учительница русского языка и литературы Валентина Викторовна Дякиф. Мы написали о настоящем мужском характере. Евгений Михайлович – судьба мужская. О Ярославе – прадед, участник войны. И вот здесь ещё рассказ о дяде. Лев Ошанин, кстати, который тоже писал у нас здесь, работал в Кировске. У него есть великолепная Чернобыльская баллада. И вот мы, соединив все эти три истории, создали очень хороший портретный очерк о мужском характере. Это сочинение Ярослав написал в прошлом учебном году, когда был учеником школы номер 3 города Апатиты. Сейчас он десятиклассник фосагрошколы номер 15. Мой дедушка Павел Петрович, получается, был обычным работником на сельском хозяйстве. Но в связи с событиями, которые случились в 1941-1945, его призвали в армию. Это было всё ради победы. То есть так и проявлялось мужество у наших людей в то время. Ещё один человек, мужество которого в своём сочинении описал Ярослав, его дядя Иван Бутременко, входил в состав легендарных 28 пожарных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Лично я с ним виделся. Дедушку я не застал, потому что он умер раньше моего рождения. А с Иваном виделся. Об этой теме он вообще не любит разговаривать. Человеком, который своими поступками заслужил уважение, Ярослав считает и своего учителя технологии, Евгения Михайловича Сидорова. С ним я участвовал во всех очень многих конкурсах. В прошлом году я стал призёром области по технологии вместе с этим человеком. Он учитель-поисковик. Под Аллакурти он ищет, делает раскопки. У нас в третьей школе и есть музей в кабинете истории 204-й, который артефакты нашёл именно он. Также в школе работал учитель, сейчас в БОЖ как идёт, а тогда НВП было. Он бывший танкист, капитан. Самые старшие классы выбрали. Поехали, просто позвали их с собой. Потом, наверное, там поговорили, что надо всё-таки детей и организовать побольше, и ещё и готовить их. Я говорил тогда вот о трёх желаниях, что потом, спустя некоторое время, у меня появились три желания. Вот именно с поисковой работой. Первое желание – это чтобы детей чему-либо научить, чтобы они жили в лесу спокойненько, причём грамотно. Дело в том, что ребёнок, который это может сделать, он развивает в себе самостоятельность. Сила воли у него появляется. И с ним гораздо потом легче работать. Второе желание – это чтобы чувство патриотизма было. Но не в таком, наверное, большом, чтобы патриотизму. А, наверное, это чтобы у них чувство гордости и ответственности появилось за то, что они делают. Ну и физические данные, чтобы у них просто росли тоже. Война наткнула и косила. Пришёл конец ей самой. Четыре года, мать и сына. Четыре года, мать и сына. Четыре года, мать и сына. Бери, четыре, пошли домой. Отдельно нужно сказать о Валентине Викторовне Дякиф. Это особый талант. Собирать семейные истории учеников и коллег, вплетать их в учебный процесс. Валентина Викторовна делает это мастерски уже более 20 лет. Вообще, каждый год к 9 мая мы выпускаем специальные выпуски. И откликаются на эту именно тематику не только ребята. Вот и сегодня мы сейчас работаем, такой параллель проводим. Танк Алёша, да. И у меня у девочки прадед прошёл всю войну танкистом. Дважды горел. И вот сейчас мы готовим с ней семейную книгу памяти. Мои коллеги, просто вот я говорю, что это так должно быть, потому что это мой любимый вид работы творческой. Мои коллеги, Светлана Львовна Веретенник, она тоже поисковик. Она поделилась своими материалами сайта «Память народа», рассказав о своём деде, погибшем во время войны. Материалов очень много. И я рада сказать, что и горжусь тоже этим, что мой отец 16-летним пошёл защищать нашу родную землю, призвавшись к Курске, приписав себе два года. Практически он был сыном полка. И закончил войну, он здесь у нас на Кульском севере, защищая полуостров Мабачи. В её кабинете хранится целый архив. Чёрно-белые фотографии, копии наградных листов, написанные неровным детским почерком, сочинения. Валентина Викторовна трепетно хранит историю, потому что понимает. Патриотизм – это не только громкие фразы о том, что это любовь к Родине, это просто, мне кажется, достойное отношение к своей Родине, даже когда ей плохо, её не бронить, любить такое, как есть, потому что наша Родина – это мы. И это действительно так. Родина – это мы, наши рассуждения и поступки. Наш дом, школа, город, регион. Регион, в котором создаются условия для комфортной жизни, для нынешних и будущих поколений. Никаких сомнений ни у кого нет, что знать о своём родном регионе важно, нужно, мы это прекрасно понимаем, и это неоднократно обсуждали. Особенно с учётом того, что сегодня в нашей области при поддержке нашего президента реализуются мощнейшие проекты, которые выводят нашу область действительно в такой флагман развития российской арктики. И мы из этих проектов долго бились, кропотливо, щепетильно их готовили, получили необходимую поддержку президента, правительства. Патриотическое воспитание – сложный процесс, который включает в себя знания об истории, традициях, ценностях, литературе и культуре своего народа. Человек не рождается патриотом, он становится им постепенным, наблюдая за своими близкими, изучая свою родину. И процесс этот постоянен. С вами была Надежда Фролова и программа «Город живёт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова